Добрый день! Я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня готовим печенье на сгущенке. Для приготовления понадобится 4 основных ингредиента. Это сливочное масло, яйцо, сгущенное молоко, мука и еще 1 чайная ложка разрыхлителя и щепотка соли. Получается такое печенье очень нежное, с приятным сливочно-молочным вкусом и прямо тает во рту. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Масло нужно достать из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Либо поставьте его буквально на 10 секунд в микроволновую печь. Но я не рекомендую делать со остопленным маслом. Яйцо разделяю на желток и белок. Нам понадобится только желток. Такое печенье можно готовить без яиц, но с желтком оно получится более румяным. В яйцо добавляю щепотку соли и 250 миллилитров сгущенного молока. И 160 грамм размягченного сливочного масла. И все хорошо перемешиваю. В муку добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. И теперь частями буду просеивать муку и перемешивать. В конце я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Просеиваю следующую часть муки и продолжаю перемешивать. Муке для приготовления этого печенья может понадобиться чуть больше или меньше. Я сначала добавляю 300 грамм. И затем смотрю по консистенции. Если нужно, добавляю еще примерно 40-50 грамм. Когда становится тяжело перемешивать ложкой, начинаем замешивать тесто руками. Слишком долго вымешивать это тесто не нужно. Как только все собралось в комок, значит все готово. Получается оно мягкое и не липнущее к рукам. Посмотрите. Если у вас тесто сильно прилипает к рукам, то подсыпьте еще 2-3 столовые ложки муки и еще раз перемесите. Также его можно завернуть в целлофановый пакет и убрать в холодильник минут на 30. Далее формируем наше печенье. Отщипываю небольшой кусочек теста. Делаю из него колобок. Приплющиваю. И выкладываю на противень. Противень я перестелила пергаментной бумагой. И делаю вот такие небольшие узорчики обычной крышкой. Показываю еще раз. Делаю колобок. Приплющиваю. Выкладываю на противень. Между печеньем должно быть небольшое расстояние, чтобы оно не слиплось. И делаю узорчики обычной крышечкой. И то же самое проделываю со всем тестом. Отправляем запекаться печенье в ранее разогретую до 200 градусов духовку на 10-12 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Печенье у меня запекалось ровно 12 минут. Достаю его из духовки. И отправляю следующую партию печенья. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно на 27 штук. Наше печенье на сгущёнке готово. Получается оно очень вкусное и ароматное. С приятным молочно-сливочным вкусом. И очень нежное. Хочу заметить, что получается не очень сладко. Поэтому, если вы любите послаще, то добавьте где-то 2-3 столовые ложки сахарной пудры. Или просто сверху можно присыпать печенье сахарной пудрой. Это очень прекрасный рецепт к чаю. Всем рекомендую приготовить такое печенье. Если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал. Желаю всем прекрасного настроения. И до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Подписывайтесь на мой канал.